Девочки, всем привет! Сегодня будем с вами готовить сырный суп. Очень многие меня просят. На самом деле у меня есть такое видео, и кто на меня подписан, очень давно тут видел. Но постоянно поступают вопросики, как же я готовлю сырный суп. Я решила снять отдельное видео, потому что, честно сказать, я уже устала отвечать на этот вопрос. И, конечно, мне не сложно отснять еще раз такое видео. Немножечко я по-другому стала готовить. Кстати, у меня есть еще очень вкусный, замечательный рецепт сырного супа, который я готовлю в мультиварке. Но там совершенно другие ингредиенты. Там и рис, и курица, то есть там нет сосисок. Если тоже вам будет интересно, я обязательно и тот рецепт сниму. Но пока давайте остановимся на этом. Как видите, ингредиенты это картошка, морковка, лук, сыр. Сыр я всегда беру в Виола, потому что... Не всегда, когда нет в магазине, я покупаю Дружбу, Янтарь тоже пойдет. Но все-таки с Виолой получается вкуснее. А также сосиски и зелень. Зелень я добавляю индивидуально, только мужу и себе, так как Настенка у меня не очень любит зелень. И, то есть, в общую кастрюлю я зелень... Так, мы начнем готовить. На самом деле, такой маленький небольшой трюк. Ну, не трюк, наверное, а просто... Очень часто я делаю именно так. То есть, я в чайнике уже скипятила воду. И сейчас этот кипяток уже вылью в кастрюлю. Готовится быстрее суп. То есть, в кастрюле все-таки дольше закипает. Поэтому я пользуюсь чайником. Буквально через минуту-две уже закипит. И сейчас я буду резать картошку. Картошку режу я. Ну, такими вот, можно сказать, кубиками. Так, у нас водичка закипела. Сейчас мы обязательно посолим. Все порезала. Картошечку, морковку, лук. В общем-то, кидаем картошечку в кастрюлю. Девочки, ну и пока картошечка наша варится, быстренько обжариваем морковку с луком. Кидаем в сковородку. Конечно же, на масле. Вот. И туда же, чуть-чуть попозже, через пару минут, я добавлю сосиски. Кстати, на этом этапе, пока мы обжариваем морковку, лук, и пока варится картошка, я забыла вам сказать, я еще, конечно же, обязательно добавляю макарошки. Это вермишелька, либо вот такие вот. Но у меня муж любит вот больше вот такие, поэтому сегодня добавлю их. Вот. Вместе с картошкой пусть макарошки варятся. Вот. У нас обжаривается морковочка. И вот на этом этапе, спустя 2-3 минутки, можно уже добавлять сосиски. В принципе, можно не обжаривать, но я думаю, что жареные сосиски намного вкуснее, чем вот обычные такие. На самом деле, готовится суп очень легко и, самое главное, быстро. То есть, вам потребуется только время на то, чтобы сделать поджарочку с колбаской, сосиски, да. Кстати, можно с вареной колбасой, кто как любит, да, но я больше сосиски люблю. Не забываем помешивать, чтобы макарошки не слипались. Бывает такое, первое время нужно помешивать. Все, наши сосиски поджарились. Мы высыпаем все. Так, ну все, высыпали мы сосиски. И сейчас мы будем высыпать туда сыр. Я открыла уже наш сыр. И тоже на глаз я это делаю. Вот так вот кладу. Как видите, он еще не успел расплавиться. Поэтому мы сейчас вот так вот мешаем, пока этот сыр полностью не расплавится. Видите? Он еще плавает там. Некоторые мне девочки отписали, что у них сыр так и не расплавился. Но вот, повторюсь, сыр Дружба, Янтарь, вот Плавыч, или как он там называется, сейчас продается. Вот они все растворяются, поэтому смело можете эти сыры покупать. Также я добавляла, знаете, вот Хохланд в таких вот, в таких тоже упаковочках продается длинных. Так, ну вроде все растворилось. Я думаю, что можно еще одну ложечку добавить. То есть, в принципе, если покупаю вот такую большую упаковку Виолы, то я добавляю ровно половину. Сейчас буквально покипит еще, наверное, не знаю, минут 5-7. Сейчас я попробую картошечку, как она с макарошками. Вот эти вообще макарошки, они варятся чуть дольше, чем обычная вермишелька. Надо сейчас все попробовать на вкус. Как приготовилась, не приготовилась. И в самом конце добавляем зелень. Так, ну все, девчонки, наш суп готов. Накрываю я крышечкой. Примерно у меня поварилось все еще минуту 8. И минут через 10-15, я думаю, можно уже начинать кушать. Все, наш супчик готов. Спасибо всем большое за просмотр и приятного аппетита. Если что, отмечайте меня хэштегом Морская Марь Еда в инстаграме. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok